Помолим. Господи, благослови нашу Сыну, не дай уклониться ни на право, ни на лево от истинного понимания Божественных Твоих слов. Прибудь с нами и в этот благодатный вечер. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Так, просьба микрофоны, кто не говорит, отключить. По имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание, первое послание к Коринфянам, Святого Апостола Павла, 4 глава, 8 стих. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы и вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Толкование. Толкование. Как скоро, говорит, вы все приобрели, ни в чем не имеете нужды. Вы уже насытились, короткое время достигли совершенства и получили все богатство познания и дарований. Совершенство достигается в будущем веке, а вы, казалось бы, уже имеете его. В самом деле, ваше тщеславие показывает, будто вы взошли на самый верх совершенства. Семи словами выражает, что они весьма несовершенны, когда ведут себя таким образом. И это, говорит, в том же расположении Духа, показывая их бессовестность, как бы так. Удостоившись таких даров, вы не хотите нас, трудившихся для вашего блага, допустить к общению вон их. О, если бы, говорит, вы царствовали, то есть достигли совершенства. Потом, чтобы речь не показалась насмешкой, присовокупляет, чтобы и нам с вами царствовать, то есть получить те же самые блага. Ибо ваша слава моя, потому что для всякого учителя вожделенно совершенство учеников его. И на последние слова блаженного филакта Игнать Тихонич Лапкин дает комментарий на сегодняшний день. На любом производстве требуют качество продукции, качество работы. И только ни со священника, ни с архиерея никто не требует качества их прихожан. Даже зная точное количество посетителей храма, отчет в основном дается по доходу, а качество христианина напрямую зависит от знания Слова Божия. Неужели пастырям приятно называться отцом тех, кто ничем не отличается от живущих в мире безбожников? Разве для всякого учителя не вожделенно совершенство учеников его? Иоанн Златоуст говорит, что если и одна овца погибнет по небрежности пастыря, то ему не хватит всей жизни, чтобы рассчитаться за эту овцу. Слово Божие есть зеркало, смотрясь в которое душа усматривает свои недостатки. Целые тысячелетия шли, не сверяясь со Словом Божиим. Качество учеников православной церкви оказалось таким, что они разрушили храмы и расстреляли пастырей, и осквернили могилу отцов. Чтобы до такой кондиции довести безнравственность своих учеников, нужны были целые поколения пастырей, скрывающих Слово Божие. Еще раз повторяются слова Блаженного Феофилакта. Для всякого учителя вожделенно совершенство учеников его. Вопросы? Нет вопросов? А стих довольно-таки непростой. Сергей? Да. Это Роман. А можно ли отнести эти слова не только к пастырям, но и к мирянам, которые, допустим, благовествуют или миссионерствуют, но что-то неправильно сказали, и человек оказался в лжи. Но этот сам миссионер потом кается, уже осознал свою ошибку, может быть, прошел к истине. И потом, допустим, те же свидетели Иеговы. А потом он отвечает за тех людей, кого он привел к себе в секту ранее, до обращения своего, допустим, в православие или в католичество, к истинной вере. И, в общем, отвечает он так же, как пастырь, получается, о котором говорится то, что вы читали. Ну, мое мнение, я думаю, да. Потому что тогдашние, в те времена люди, лжеучителя, они же из церкви людей уводили. И сегодняшние лжеучителя, сектанты, так называемые, конфессии, так называемые, еретики, они тоже уводят людей из церкви. А были они когда-то в церкви-то или нет? Вот эти вот, к которым обращается апостол, они раньше были в церкви, они дети духовные апостола Павла, но сбились с пути, начали вот, впали в ересь, так скажем. Вот. А сегодняшние сектанты-то, их никто духовно в православной церкви-то не рождал, я думаю. Есть, может быть, кто-то, но я сомневаюсь. Поэтому тут нельзя однозначно сказать, можно отнести, не можно. Вроде, в то же время, нельзя, потому что они в православии-то рождены, скорее всего, не были. С еретиками-то, как бы, разговариваете, они, еретики, учились. После первого и второго образования еретика отвращаясь. А тут он им дальше-то говорит, как к детям, он, я родил вас. А еретика, какой поп когда рождал-то, я что-то сомневаюсь в этом. Он поп сам не рожденный-то, его в первую очередь рождать надо. Игнать Тихонович, что-то, может, я не так сказал? Да, маленько тут не так. То есть, надо расширить. Вопросы заданы четко. Вот это выражение, для учителя вожделенно в виде совершенства учеников. Это ко всем ли, он говорит, относится ко всем? Вот, допустим, человек, ну, ребенка отдают в школу, учиться где-то, или каким-то языкам, а если где-то музыкально, попадает в Гнесинку, то говорят, он из школы такого-то. Вот это предавал Немирович Данченко. Сейчас, ну, это редко, а тогда и так было. Если, допустим, это борец какой-то, боксер, а его тренирует, знаменитый какой-то, Майл Татцин, обязательно укажут. Ему вожделенно видеть, да, вот я чемпиона воспитал. Вот это, вот, допустим, кто учил Фишера? Кто Карпова? Почему он стал чемпионом? Как Капавланка. И обязательно укажут, учитель, вожделенно. Но если вожделенно для временной жизни, не говоря ни о религии, ни о чем, это школа его, музыка, иностранные языки, он, видно, выделяется, какую школу окончил. Тем более, это вожделенно для верующих. И поэтому, самые в этом вопросе бездейственные, негодные, именно церковные, и не какие-то православные. Вот если человек учится, допустим, убили Грейма, ну и перечисляет, даже сектанты какие, у них же тоже свои учителя есть. Известные в слове школа Ярла Николаевича Пейсти. Меня судили даже за него. Это проповедник высочайшего класса. А его сын сейчас точно так же работает на радио, и так же Ярлом звать. А у православных, в какой-то школе был, другое дело, которое проповедует, это видно было, что он оттуда пришел. Строго держится православных канонов. Вот, допустим, человек у отца Кирилла Сахарова в Москве, вот и был, знаешь, вот там, да, там своя школа, да, она старая, брящевская, все, но он держится, как должно быть, твердо. Это его школа. Вот у нас люди ходили на занятия, Капранов здесь настоятель был, он своих спрашивает, ничего не знает, а наши люди сзади сидят, там человек пять, и он, моя ща, здесь сказать, встаньте, скажите, они встают, и сразу глава, стих отвечает, он говорит, вот, сразу видать, чья школа, и нас называют. Вожделенно это видеть, даже слышать, а мы идем в Царство Небесное, должны быть безукоризненными, и вот это самое выражение, я его выделил, чтобы священники увидели, которые имеют наш выпуск Лова Завета. Отошел. Я все-таки хотел бы уточнить вопрос у Романа. Вы спрашивали о сущем, 1 Коринфянам 4,8, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас, ой, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать, либо же вопрос касался слова для всякого учителя вожделенно, потому, совершенства учеников его, потому что я-то отвечал на первое, то есть не на толкование, а на сущее. По сущему был задан вопрос, по писанию или по толкованию? А вопрос... Можно ли отнести эти слова? Эти слова? Какие слова? Назовите их. Ну да, наверное, скорее, где про учителей. То есть учителя, когда еще они сами были в заблуждении, но они были учителями, они учили этому заблуждению, вот как им теперь быть, когда они пришли уже в истину, но те ученики уже потерялись, не знаю, где уже, в другом конце мира, надо ли их искать теперь, говорить им всем, что я вот ошибался? Конечно, надо. А как же? Как же? Если он узнал истину, а их травил ересью, конечно, надо... Что? Он же... Если в этом искреннее покаяние, искреннее покаяние, он должен каждого найти и сказать, что я был не прав. Ну, во всяком случае, попытаться, если, конечно, их уже, как говорится, развеяло по всей земле-то. Ну... А то вот так тоже было, я узнаю. Один... Баптист, по-моему, Игнать Тихоновича тоже послушал и поверил. Перешел в православие. Но там у баптистов, он молчит, боится. А что? Сам узнал и молчит. То есть искреннего такого покаяния в том, что... Но он, правда, видать, не учил. Вот. А те, которые учили, например, ереси, а потом перешли в православие, конечно, надо и всех учеников своих собрать и сказать, я вас не тому учил. Вот она истина, истина в православной вере. И, конечно, можно ему так вот... Для него-то тоже вожделенно совершенство, а он не в совершенство учил учеников-то. Он в ереси их учил, обманывал их. И сам был в обольщении обманут. Лжи учил. Понимаешь? Сергей, время не теряй, быстро иди дальше. Много, большие пропуски делаем. Время-то мало у нас. 1-я, 4-я, 9-й стих. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделали с позорищем для мира, для ангелов и человеков». Толкование. Слова свойственны человеку скорбящему или лучше тому, кто хочет привести других в стыд. «Как вижу, говорит из ваших поступков, одним нам, апостолам, положил Бог быть последними из всех и приговоренными к смерти, то есть осужденными, готовыми на смерть». Там он где, из того, что вы уже воцарились, я могу заключать, что нам определено быть последними и как бы осужденными нам, апостолам, то есть тем, которые столько перенесли страданий за Христа. «Мы подвергаемся страданиям не в углу где-либо, но по всей земле. И не люди только смотрят на нас, ибо немаловажны наши действия, но и ангелы, потому что наши подвиги так велики, что стоят и ангельского созерцания. Ибо мы не с людьми только боремся, но и с силами злых ангелов». Вопросы, если есть, пожалуйста, задавайте. То есть апостол Павел здесь как бы их устыжает, укаяет. «Мы столько страдали, и вы не сбрали себе других учителей». То есть гонение и страдание – это признак того, что человек настолько верит в исчину, что готов страдать. Его гонят, а он все равно, ну что бы, отрекся, да и все. Как Петр. А ты был с ними? Нет, я не был. И все. А потом горько плакал. А те учителя, они еще и не страдали. Они сразу от Павла как бы шатнулись, и все, и стали сам учить. А он им напоминает о себе. И приводит в долг, что страдания были у него. Понятно? Продолжаем. 1 Коринфянам 4,10. «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии толкования». И это опять говорит для того, чтобы пристыдить их, новоявленных учителей. Тогда, как апостолов били и презирали за Христа, коринфяне были уважаемы и почитаемы, мудрыми, и хвастали, будто все это во Христе. Посему говорит, как возможно, чтобы такие противоположности совмещались в людях с одинаковым образом мыслей? Нет. Необходимо допустить, что или ваш образ мысли не во Христе, или наш. Но мыслить не во Христе недостойно апостолов Христовых. Следовательно, вы заблуждаетесь. Немощью везде называют искушение. Опять, вы славны и благородны, а мы в бесчестии. Все это говорит по сильному негодованию. Смысл такой. Как возможно, чтобы мы злострадали, а вы наслаждались безопасностью и проводили жизнь счастливо, счастливо. Итак, очевидно, что вы не в добром состоянии. Напротив, теперешнее поведение ваше бесчестно и недостойно апостолов. Следовательно, вы не должны гордиться этим. 1 Коринфянам 4.11 Если вопросов нет. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся толкованием. Что говорит припоминать прежнее? Посмотри на то, что теперь есть. На то, что как вы утопаете в удовольствии, а мы совсем напротив. То есть нас бьют. Это говорит против надменных. То есть нас гонят, мы бегаем. Это против богатых. Богатых не гнали тогда, наверное. Богатого гнали. Вопросы? 1 Коринфянам 4.12 И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Этим приводит в стыд тех, которые дерзают проповедовать ради прибыли и выгод. И что говорит важнее всего, мы и не почитаем себя несчастными при таковых бедствиях. А из чего это видно? Из того, что озлобляющим нас воздаем противным. Ибо тех, которые злословят нас, благословляем. И тех, которые наносят нам более жестокие обиды. Это значит хуление. То есть жесточайшая обида. Молим. То есть за хуление воздаем им словами кроткими и ласковыми. Это значит моление. То есть речь кроткая. За такое-то поведение почитают христиан безумными. Вопросы? Ну вот у меня вопрос здесь написано. И трудимся, работая своими руками. Сегодня создаются миссионерские отделы. Где начисляется заработная плата. Миссионерам. Как вот к этому относиться? Ну, с одной стороны, трудящийся достоин пропитания. Ну, пропитание-то, наверное, вот овец. Родил, получай, не родил, значит не получай. То есть и качества-то нету. Духовно я имею в виду. Правильно это или нет, что сдаются миссионерские отделы, они что-то там миссионерят, получают зарплату. Как их качество работы проверить? Тоже вот впереди. Сколько у них? Сдельная оплата или повременная? Или как? Или вообще здесь вот толкователь говорит, что он их в стыд приводит этими словами, которые дерзают проповедовать ради прибыли и выгод. То есть не должно быть никакой зарплаты. Я знаю, Игнать Тихо, столько лет трудился и ни копейки никогда и не брал на это. Я тоже не это самое, мне как-то неудобно, чего ради-то. Даром получили, даром давайте. Не мое это от Бога. А эти хвалятся, да еще и деньги с народа берут. И вот апостол их прескажает. Кто хочет ответить? Нужны ли нам проповедники, апостолы на содержание у церкви, которые бы находились? Или все-таки нужно это делать по золу сердца, бескорыстно? Ну давайте. Что вы молчите-то? Надежда Благодатская, давайте. Ну как апостольской церкви, вот когда апостолы проповедовали, как это положено? Это правильно то есть? Ну написано, работали своими руками. И все. Своими руками. То есть помимо того, что они трудились, проповедовали, они еще там палатки кто-то шел, кто-то там еще может что-то делали. Но, однако же, когда со Христом ходили, был церковный ящик, и люди туда клали. И нормально это считалось. А как? И уложили к ногам апостолам имение. Такой непонятный немножко вопрос. Сергей, Роман. Да. Ну вот апостол тоже в одном из посланий к Оресе, он говорит, что я в других городах пользовался их имуществом, их имением, а в вашем городе не пользовался специально, потому что знал, что вы меня будете укорять в этом. Ну, то есть, так. То есть, власть они такую имели от Бога, брать за это деньги, но этой властью не пользовались. Чтобы их не укоряли. Так я понимаю. Апостол говорит, что в одних городах пользовался, а вот в вашем городе, он говорит, я специально не пользовался, потому что знал, что именно в вашем городе меня будут укорять. Потому что он, наверное, узнал, что в этом городе лжи-учителя были, как бы, как сказать по-сегодняшнему, конкуренты его, если вот так вот. И ученики бы сказали, а вот, те-то с нас не берут, а ты берешь. И он из-за этого, наверное, и не брал. Сергей, можно ответить? Давай. Я так скажу. Вот, например, взять нашу общину. Мы выходим всего лишь по воскресеньям и благовестуем. Тут нам какие деньги нужны? Мы что, вышли часик, часа два-три походили. Возвратились в свои домы. То есть нам деньги здесь не нужны. А вот, например, Игнатий Иванович поехал в миссионерскую поездку по Европе. Тут уже надо деньги. Тут, видишь, на бензин, продукты запаслись. То есть тут без содержания никак не обойтись. Кто-то помог в общине. Дал кто-то чем-то деньгами или продуктами. Вот. Это все в зависимости от того, куда ты едешь и куда идешь. Вот мы ездили по деревням. Нам тоже братья там, кто молочки даст в дорогу. То есть вот здесь вот так вот можно рассудить. А чтобы постоянно зарплату получать, конечно, я тут как бы против этого. Но в то же время вот бывают люди, ну как вот у баптистов есть, да, что там какая-то семья. Они говорят, вот туда-то едешь, в такую-то область, и там начинает трудиться. Все, они поехали, собрали свои котомки и поехали. Им, конечно, для начала дают какое-то содержание. Ну а там они по возможности стараются где-то устроиться, где-то начать работать, подрабатывать, но и в то же время благовествовать. Вот как апостол Павел говорит, что у него в то же время и деньги были с собой, и в то же время он где-то делал, своими руками трудился, чтобы подавать, говорится, добрый пневмон для своих учеников. Ну как бы мы связаны тут должно быть все это. Ну вот так и я отвечу. Спасибо, Христос. Слава Христу. Первое коринфянам 4, 13. Кулят нас, мы молим, мы как ссор для мира, как прах всеми попираем и даными толкованием. Что такое ссор? Все, что выметается или стирается, как негодное. Так, если кто скверное что-либо стирает губкой, называют ссором. Это же значит и прах всеми попираем ибо попирать то же, что обтирать губкой. Итак, апостол говорит, мы достойны того, чтобы нас отвергали и почитали за ссор не только вы, но весь мир и все люди, и не какое-то время, но даже и даными. Заметь, каковым должно быть христианину, заметь, что он обязан подвязаться до самого конца. Вопросы? Игнат Тихонович, скажите что-то. Вернемся немного назад, там вопросы задавали, но его обошли. Вторая часть стиха говорится, мы сделали с позорищем для мира, для ангелов, для человеков. Ну, для мира это понятно, над нами насмехаются и считают потерявшими все в этой жизни, неудачниками. И люди-то смотрят на нас так же. Но для ангелов всегда вопрос ставит именно, а как же для ангелов? Когда ангелы, наоборот, нас должны одобрять, потому что они являются хранителями нашими. Мы соработники у Бога. Ангелами называют здесь людей, живущих ангелов. Иоанн Златоус объясняет. Да откуда же это известно? Из книги Малахии, 3 глава, 1 стих. А ангелом называется Христос, и ангелом называется Иоанн Хреститель. И вот те люди, которые так живут, вот мы, допустим, мы для монахов, как сор попираемый до ныне, они живут там, им там помогают и прочее, а мы что-то говорим, да еще такое. Выставляют такие к нам требования, то есть они идут стандартно. Вот родились в этой религии, не во Христе, а в религии. И когда мы говорим, что надо идти по миру, а монашество заблокировало, моно, один, один, два, это уже не годится, моно. А они нас за это дело очень крепко треплют. Мы сделали с позорищем для этих ангелов. Когда они принимают чин, написано, принимают ангельский чин. Вот что слово значит ангелы. И мы для них как позорищи, как люди ненужные, неправильно понимающие путь спасения и прочее. Все. Ну я что-то не соглашусь. Это написано для ангелов с большой буквы и человеков. И толкователи говорят, что ангелы, потому что мы силами злых ангелов боремся. Человеки, это все человеки, верующие, обычные люди. Ангелами называют не всех, а конкретно тех людей, которые имеют ангельский образ жизни. Их так и называются. Ангел во плоти. Ангел во плоти или человек на небе. Все житья так их называют. Ну это действительно так. А тогда мы тот стих вообще никогда не употребляем нигде. А мы для них как? Да никак, они насмехаются над нами. Представьте, вы как будут смотреть на меня архиереи, там патриарх, кто? Они такая власть, такой чин, такие деньги, такие кадиллаки. У нас ничего нигде нету. Мы позорища для них. Да разве можно так жить? Вот и все. Так, ну а на более как поздние стихи тут о работе, трудимся работая своими руками, что-то добавить хотите еще? Своими-то руками, тут что доказывать, и не ногами же. Явно дело, должна быть какая-то специальность. Вот русская православная зарубежная церковь, мне сказали, когда я в Америке был, примерно половина священников счастливы на государственной работе. Я встречал таких. Но он устраивается так, какой-то столярный цех, если его вызывают, срочно он уже куда-то. Он оставляет работу, он один работает, какую-то раму не сделает, ему начислят по сделанному. Но приход не может его содержать священника. И поэтому священники работают. Ну а большой приход там достаточно, так же свечи продают. Почему недостаточно? Потому что нет десятины святой. Щетко и ясно. Больше может быть, меньше нет. И священники бы тогда не нуждались этим. Но надо же работать, именно работать. Вот у свидетелей Иегова, они называются так, ходят. У них особый реестр, таблица. Сколько должен выработать пионер. Пионер это первоначальный который. Он должен за неделю посетить не меньше десяти квартир. Засвидетельствовать, брошюрки подарить. А если это сержант, звание военное, а если это полковник, там столько, я сказал, когда своим священникам, да когда, мне тогда домой некогда ходить будет, да тебе не за чем ходить. Со всех сторон мира я получаю известие самое популярное, самое деятельное, так называемые свидетели Иегова, самое стремительно растущее. И самое негодное, это православие. Все растеряли, по-прежнему сидят. Помутняние разума, они не видят. Страна исчезает, нерождающая. И исчезает церковь. Не видеть это может только совершенно мертвый, тупой или враг. Отошел. Первая коринфянам, 4 глава, 14 стих. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Не к постыжению вашему говорит, и не злым, и ненавистным намерением говорю это, но как возлюбленных детей вразумляю. И не просто детей, но возлюбленных. Простите же мне, если я сказал, что и оскорбительное, ибо это от любви. И не сказал, поношу, но вразумляю. Тоже не перенес вразумление отеческого. Вопросы? Ну вот вопрос у меня такой. Я слышал, что когда обличаешь человека справедливо, ты знаешь, что ты в истине правду говоришь. И вот он обиделся. И если ты у него прощения попросишь, то тем самым как бы ты даешь повод думать, что ты не в истине. Он на своем как бы. И поэтому, если ты обличаешь, то и не надо прощения просить. Ну обиделся, обиделся, как говорится. Придет время, одумается, раскается. А здесь как бы вот апостол Павел, как бы он пристыжал их, пристыжал. А тут как бы вот смягчает. Ну толковательно говорит, что он прям прощения как бы у них просит. Простите же мне, я сказал что-то я оскорбительное, ибо это от любви. Иной раз, да, вот. Братья у нас горячие такие, но видно, что с любовью говорят, что неравнодушные-то. А вот ты орешь, а ты вот на нас там ругаешь. Вот начинают обижаться-то все, что обычно. Как так, когда поступать-то? Игнатий, конечно. Поступать так, как повелевает совесть и Слово Божие. Если это враг, он обязательно будет находить что-то. Вот, допустим, я просто подошел к священнику, поклонился. Они тут же в интернете выставляют. Видите, какое неуважение к нашим пасторам. Я подхожу к митрополиту, поклонился, это все заснято. И, ну, прощенное воскресенье. Прощаю. Ну, простите, он улыбается и благословляет Крестом. На завтра же наутро появилось в ролике, там, комментарий или отдельный ролик составит. Смотрите, оказывается, его совесть все-таки тревожит иногда. То есть настолько бессовестный я тип, что все-таки за 70 лет хоть один раз попросил прощения. То есть он не друг, он не понимает, что он венец сплетает. Всякое поношение – это награда. А эти-то, которые клевещут, они же ничего не имеют. У них вообще ничего нету. Они или натравлены, или получили за то, чтобы как вот митинговать на Майдане. Помитинговали, а дальше что получится? Так и эти. Они не поняли. Ну, только делов-то. А ты попроси прощения, никогда обличаешь, а когда виновен действительно. И пророки, когда обличали, никогда не просили прощения. Никогда. А в чем просить? Наоборот, воспой Богу славу, что он дал тебе силу обличить. Что, пророк Иеремия просил у Иоакима? Нет, конечно, у Сыдыкия. Это его двойное имя. Никак. Так говорит Господь. И все. Так говорит Господь. И как пищать припищатал. Все, отошел. Благодарим. Первое послание к Коринфянам. Четвертая глава. Пятнадцатый стих. Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Толкование. Что ж, скажете вы, другие разве не любят вас? Любят, говорит, но не так, как я. Ибо они наставники, а я отец. Итак, у детей, хотя один бывает отец, а наставников может быть много, однако их расположение к детям всех вместе гораздо менее в сравнении с любовью с ним одного, то есть отца. Иоанна Дмуховна, микрофон выключи, пожалуйста. Шумно у тебя. Так точно и между нами. Заметь, между прочим, слова во Христе приложил к наставникам. Это для того, чтобы не совсем поразить их прочим. Хотя подписывал им наставникам более трудное, ибо такова должность наставника. Но превосходство любви предоставил самому себе. Объясняя, каким образом он, отец, им говорит, при содействии Христа я родил вас благовествованием. То есть не себе вменяю это дело, как многие между вами, но Христу. Не сказал, я научил, но родил указанием на естество, показывая любовь свою к ним. И то, что они самые близкие ученики его. Так эту мысль выражает и в своем послании. Вопросы. А вопрос пусть каждый себе задаст. А кто меня родил, а кого я родил? Поразмышляйте над этим, над осудем. Чтобы это слово Божие заговорило с вами. Если нет, то хочу ли я родиться? Хочу ли я родить? Апостол Павел не стыдился. Я родил. Он точно знал, что он родил. У живого, от мертвого-то можно узнать. Так же и... А некоторые спрашивают, а я духовно рожденный или нет? Ну, живой и мертвый разница есть. Так и здесь, в духовном плане. Духовно мертвый он, ну, плотской он только вот. В этой жизни он может надеяться на Христа, написано, несчастнее всех человеков. И таких большинствов в православии. Такой вот. Мунимая вера. Только вот, Господи, дай, дай, дай. А то, что сказать, Господи, а чем я могу быть полезным для церкви? Геннадий Тихонович задавал такой вопрос священнику одному. А что тебе? Ходишь, ходишь, что тебе еще надо? И все. Болото мертвое, конечно. Тяжело в таком климате трудиться. И далее апостол Павел пишет, 4 глава, 16 стих. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Толкование. Подражайте, говорит, во всем мне, ни мудростью, ни богатством, не превозноситесь и не враждуйте против братьев, но полагайте и мудрость, и богатство в любви ко Христу и к братьям. Заметь доброту сердца. Он умоляет, а не повелевает. А предлагать самого себя в образец для подражания – это знак великого дерзновения. Надо смотреть на предыдущие слова. Вот эти слова употребляет. Подражайте мне, как я Христу. Этими словами пользуются еретики. Точно так же. Подражайте мне, когда? Как я Христу. А как Христу, когда ты не в сверкви. А перед этим-то какие были слова? Я родил вас благовествованием. Ни литургией, ни причастием, нет. Ни крещением даже, хотя крещение наиважнейшее в рождении, так как завершающая стадия рождения свыше. Но благовествованием. В природе бывает так. В улье много пчел, но матка одна. И они выводят специально трутней. Ну, допустим, 200 трутней может быть. Много. А нужен только один для того, чтобы осеменить матку. И ждут безветренную погоду. Солнечную она вылетает. И один из них с ней слепляется. И дальше он отстает. У него этот соединительный канал-то отрывается. И он погибает. А эти тогда за шиворот и остальных выбрасывают женихов. Они никому не нужны уже. Это знает. И вот ей этого заряда хватает больше, чем на год. И она непрерывно работает, как машина. Вот такое же бывает иногда у человека. В моей жизни не было того, кто бы мне благовествовал. Я с детства знал, что есть Бог. А откуда знал? Мама сказала. И что есть ад? Мама сказала. Но Евангелия не было. Мне дали Евангелие и сами вышли в другую комнату. Когда они отобедали, пришли, я уже все. Только на колени встать осталось. Вот так бывает. Семя во мне 24 года лежало. Страх Божий. Стремление к Богу. По букве искал, где написано о Боге. И это вот такое тоже бывает. Я родил. И поэтому сегодня название. Отец такой-то. Отец Геннадий. Отец там Игорь. Это иногда бывает просто по привычке называют. Он не родил. И он не отец. Он отец только в том смысле, что кормит. Как наставник. Но наставник, он и должен называться наставник. Вот у беспоповцев. Это поморские. Это старобрядцы беспоповские. У них так и называется наставник. Священника это нету. А православные претендуют на рождение. А рождения ни одного нет. Я зайду с священниками говорить. Кто родился от Благовеста. Он даже не понимает, о чем говорю. Совсем нет. Служба отошла первая ранее. На ранее вообще проповеди нету. Сейчас я давно уже не был. Наша сестра Раиса тут была. В Никольском. На Ленинском-то. Ну, когда все закончилось. Она дождалась священника. И подошла к нему. Ну, и она как всегда застонала. Батюшка, ну почему же проповеди-то нету? И стоим еще не понимаем. Он что ей сказал? Он сразу же глянул на нее и говорит. Вы что, от Лапкина пришли? То есть больше никто и не говорит. Это настолько необычно было. Ведь они когда бил, бил, бил. В одно место купель построили здесь. Для взрослых. И на нее сразу, как вот на гробнице Христа. Такую плиту мраморную толстую заложили. И все, больше не открывают. Но ко мне послали в университет человека сказать. А мы купель сделали. Я говорю, за малым осталось научить и погружать. Я говорю, что ж не погружайте? Ну, это можно. Воды надо много тут греть. Ну, кому надо, кто попросит. А что просить, когда человек не знает, что просить-то? Вы же его обманули. Сказали, мокрой ладошкой задел голову. И погружение, это одно и то же. Равно Богом засчитывается. Обман. Ложь. А всякая ложь от сатаны. И получается, не христианин, а антихристианин. Анти. Мы даже не понимаем, в этих словах, которые сейчас считали, трагедией и приговор всему православию. Рождения практически нет. А если они, вот, дальше ты говорил, миссионерский отдел, они понимают, что миссионерского отдела ни одного не было создано за всю мировую историю. И они обманывают страшным делом. Они могут создать благовестнические, проповеднические, миссионерские, а дело нельзя создать. Это труд Духа Святого. И там только по два. Третий, лишний, это именно здесь. Но он не лишний, он помогает, идет с Павлом, все. Но везде подвое. 70 апостолов подвое. 12 подвое. Кирилл и Мефодий двое. Павел имел с собой Варнау. Ну, разошлись во мнение о Марке-то. Он избрал силу, а Варнау взял Марка. То есть опять подвое. И они этого ничего не знают. Как вот братья и сестры. Я сколько говорил. Никогда не говорите это. Вот митрополит Корнилий, мы переписывались. Старобрящийский. Он это понял. Говорит, смотри, я вроде не видел этого. Я говорю, все говорите. Все. И баптисты, и адвентисты. Братья и сестры. Ну, сестры. Нет этого в Библии нигде. И 4 век. Ян Затауст. Нигде никто не говорит братья и сестры. Братья и отцы. Ну, как у нас написано в Библии-то. Ну, это-то можно. А дальше ты сказал, я священнику какому-то сказал. Ну, как мне, чем быть полезным? Не священнику. Архиепископу Гедеону Докукину. Он с Новосибирска. На Сибирской епархии была. В Барнауле был. И мы идем с ним тут до Войтовича-то. И он со мной знаком, знает, хорошее отношение. Он добродушный такой был. Очень импозантный. Говорили, что ему патриарх Алексей даже шепнул на ухо, что после меня ты будешь. Я его спрашиваю. Владыка, вот чем я могу быть полезен для церкви? Он знает меня прекрасно. А что еще нужно? Вы же ходите в храм. Ну, и все на этом. То есть, таланты не нужны. Это полигон зарытых талантов. За этим знаешь, сколько кроется? Подражайте мне, как я Христу. А впереди написано благовестие. Христос благовествовал, да, Павел говорит, мне, как я Христу, в благовестии. Речь идет о благовестии. А как подражать-то? И следующий стих теряет силу, он зависает. Когда это будет понято, вот тогда вас запьют они. Ну, допустим, забыли имя Божие. Да светится имя Твое. А имя Божие никто не знает православное. Иегова, Яхве. И я в своих книгах употребляю это имя Иегова, кажется, 2800 раз. А зачем так много? Затем, чтобы пробить эту стену. Святая Библия 8 раз упоминает имя Иегова. Даже это не хотят слышать. Даже не говори это имя. Богослужения длинные. В течение тысячи лет ни разу не произнесли это святое слово Иегова. Я не могу с этим согласиться. И, конечно, я для них, как вроде, реформатор какой-то и враг. Уж никак не меньше Мартина Лютера. А на самом деле я православный, как наш архиерей говорил. Он супер православный, Игнатий. И вам никогда его не обвинить вне православия. А им это не надо. Главное, что заглохни. Сгинь с глаз. И все на этом. Вот как нужно понимать. Отошел. 1 Коринфянам 4 глава 17 стих. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господи Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Толкование. Потому, говорит, что я пекусь о вас, как о детях, послал к вам Тимофея. Я сам хотел прийти и восстановить мир между вами. Но поскольку не могу исполнить этого, то послал его моего возлюбленного сына. Казал это для того, чтобы показать, как любит их, когда решился для них разлучиться с Тимофеем. А вместе и для того, чтобы внушить им уважение к Тимофею. Далее. Верного в Господе. То есть не в житейских делах, но в делах веры Христовой. Посему и в том, что касается вас, оно будет служить верно. Не сказал, научит, чтобы не оскорбились, ибо Тимофей был юн. Но напомнит то, что вы уже прежде знали, возобновит в вашей памяти. Путями называют соединенные с проповедью распоряжения, правила, обычаи, законы божественные. Вспомянет то, как я веду себя именно, не надмиваюсь, как вы, не ввожу распри и разделений. Далее. Во Христе. То есть в этих путях нет ничего человеческого, но все во Христе. Или совершается при помощи Христа. Тимофей скажет вам и то, как я учу во всякой церкви. Ибо я вам не сказал ничего нового. Напротив, всем преподаю то же самое. Устыдитесь же, что вы, одни из всех церквей, уклонились от путей моих. Вопросы? Дальше тогда пойдем. 1 Коринфянам 4,18 Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились толкованием. Сказав, я послал к вам Тимофея для предупреждения того, чтобы они не сделались от всего беспечное, присовокупляет. Хотя сам я не иду теперь, и мое отсутствие подало некоторый повод гордиться, то по этой именно причине приду впоследствии. Показывает детскость их мыслей, ибо только детям свойственно вести себя бесчинно, когда нет с ними учителя. Кто же эти возгордившиеся? Сообщники прелюбодея, который и мудр был, и богат, и просто все, которые превозносились мудростью и богатством. Они-то и гордились, как будто бы не было Павла для их обличения. Вопросы? У меня к Игнату Тихоничу вопрос. Давай. Как вот тяжело ли переносится, когда рожденное вами духовное чадо вдруг отрекается от вас, как здесь, и находит в себе других учителей, и говорит, что да я это уже давным-давно все знал. Так, а вы-то понимаете, что вы его родили-то, какой он был, и как вот вам, как отцу духовному, насколько это вот душу как бы тревожит и печалит? Ну а как, Иоанн говорит, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Отсюда вывод, нет больше печали. Как апостол Павел говорит, я снова в муках рождения, доколе в вас изобразится Христос. Вы пали. О ком я говорил, говорит, со слезами говорю, стали как враги Креста Христова. Я уже говорил об этом, что ходили на занятия, и на снимках даже, они видно, как сидят эти люди, но вот случилось что-то, там у них стали против. И он, да я и на занятия с вами в университете, я все знал. И как будто бы кто-то обрезает у него все, что он получил до встречи в университете. И он становится на ту ступеньку, когда пришел, а там ничего нету. Все, он запил, закурил, ушел. У него ничего там больше нету. А если человек благодарный и говорит, у меня было такое-такое там, а теперь я ходил, узнал то-то, то-то, он необыкновенно быстро, духовно растет. Вот один из них, самый популярный, это отец Геннадий Фаст. Представь себе, преподаватель университета был, руководитель молодежи у баптистов. Он спасение-то знал и молился. Но тут он вспоминает, я все с нуля начал. Как у нас была беседа, как ремонтировали базу, он мне краску подавал, а я на лестнице был, чтобы не пропустить время, говорю, он все везде описывает, в интернете стоит. Благодарность дало ему то, что для него как будто бы открылись источники небесные. И вот впереди мы считали, тут толкование было, что Павел не хотел так сказать, что придет и научит, а расскажет. Что он был юный, Тимофей, мы не знаем сколько юный он был. Ну может быть ему лет 18 было, мы можем предположить. Потому что считалось отрок, вот у нас отрок, отрок это до 14 лет, дальше уже юноша. А у евреев отрок считался до 30. Это большая разница. Пусть выйдут отроки, поиграют. Ну ты услышал, ну и пусть поиграют. Не только поиграют. Они вышли, стоя с другой стороны 30 человек, и поиграли. В друг друга вонзили мещи и 60 трупов. Вот такая игра еврейская. Нам Библия говорит. И вот есть 15 июня должно быть, житие святого Пахомия Великого. С приставкой Великий, только 17 человек я насчитал в житиях святых на 1173 биографии. И он был очень послушный, привязанный к нему Тимофей Феодор. Освященный, как его прозвали. Ну он, это Таава, заслуженный. К нему отовсюду приходили люди. У него было только в монастыре 11 тысяч мужиков. Я все говорю, ну представь, 11 тысяч проповедников пустил бы по миру. Ну 11 нет, ну старенький кто-то был. Ну 10, ну не 10, ну 1000 хотя бы могло быть. Ни одного. Ни одного. Но видя, что Феодор все время занимается, что все исполняет, он и говорит, Федя, вот сегодня будет у нас служба, а ты после литургии-то проповедь, скажи. И что ты думаешь дальше, что жития описывает? Мы не можем вручать себя за верность, но другого жития нет. Это из книги Дмитрия Ростовского. И он говорит, как забунтовали эти братья, Майдан устроили. Да что это такое там, молокосос или какой учит нас? Он их не может утишить. Это его паства. Всегда смиренные монахи сидели, ангельский щен приняли, а людьми так и не стали. Они забунтовали, встали и пошли. Ну, когда вот бывает в ООН, голосовать не хотят, они встали, и делегация такая-то турецкая вышла. Да как уйти-то? Это Невзоров. Александр Глебович беседует, и пришли православные, там и Чаплин был. А патриархия дала указ, если будет там Невзоров, то вы встаньте и уйдите. Это разве можно так говорить? Совершенно не разбираются. И ролик сразу появился. Смотри, какая энергетика у Невзорова. Это черные демоны-то как понеслись оттуда. Как он их даванул-то. А он еще даже не говорил ничего. Они еще показали невежество свое, неуважение. А вы никогда не уходили. Оборони Бог. Сохрани Бог от такого. Он говорит, я постараюсь записать, проверить, посмотреть, так ли это. Вот как нужно делать. Как апостол Павел говорит, чтобы не презирали юностью твоею. Вот это я добавляю к тому, что есть. А дальше-то тут все понятно. Отошел. Первое Корефинам, 4 глава, 19 стих. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу толкованием. Этими словами низлагает гордых и возбуждает их к трезвению. И хорошо присовокупил, если угодно будет Господу, ибо все происходит по его мановению. Первое Корефинам, 4, 20. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе толкования. Корефинам, надеясь на красноречие, презирали Павла как человека неученого. Посему он говорит, буду смотреть не на красноречие ваше, ибо оно, ибо не оно нужно, но на силу, обнаруживающуюся в знамениях. Ибо Царство Божие проповедано и утверждено не пышностью слова, но знамениями, совершаемыми силой Святого Духа. Первое Корефинам, 4, 21. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Толкование. Жезлом называет наказанием. Итак, говорит, от вас зависит, с тем или другим прийти мне к вам. Если останетесь беспечными, то я приду и накажу вас, как Елиму, читая книги Деяний, 13, 8, 11. Если же отрезвитесь, то поступлю с вами по духу кротости. Есть в нем и дух строгости, и наказания, но он именует его с лучшей стороны, подобно тому, как и Бога называет, щедрым и милостивым, а не карающим, хотя он на самом деле и таков. Вопросы? Ну, вот у меня вот вопрос. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. И толкователь нам говорит, что слово всегда сопровождалось знамениями, на этом вот утверждалась проповедь. А в другом месте говорится, что чудес и знамений требуют в общем, не нужно их требовать. Елены требуют. Ну, вот и разъясните, а тут прям черным по белому не в слове, а в силе. Сила должна быть. То есть должны обязательно знамения, то есть он как бы говорит, вы говорите, а чем ваши слова-то красноречивые подтверждаются? Ни знамений, ничего нету. как бы так можно понять. А в другом месте не дастся вам знамения. То есть когда требуют знамения, то есть им значит знамения и не надо, просто они как бы не издеваются, что ли, насмехаются над верой. А покажи нам, тогда уверуем. Правильно я понимаю, Дмитрий Иванович? Здесь вещь-то главное не знамения, а сила. в силе духа. И далее он говорит о наказании жезлом. Значит, у него была власть. Не надо забывать, что это был не просто проповедник, и не просто миссионер, а имеющий церковное звание. Это был не диакон, не пресвитер, и не епископ, а апостол. Выше это только Христос. И поэтому он с этой властью говорит, и я с вами вместе, как бы вашим духом, решил этого блудника, прелюбодея, предать во измождение плоти. И все. И закрутилось сразу. Он сказал только на Элиму, с властью, силой. И сразу ослеп. Сказал, что там было, мы не знаем, но обязательно что-то было. Когда говорят, а зачем эти каноны? Каноны зачем? Потому что они сразу стали нужны. Сразу. Он, Павел, сказал, я нахожу, приду с жезлом. Ну и что с жезлом-то? Ну, железная палка, вообразим так. Жезл, опираться ходить, тросточка, трость. Ну а что дальше-то? Сколько? Один прелюбодеет, другой блудник, третий убийца, и теперь опять мнется к церкви. Ну, бывает же в жизни нечаянное убийство. Ну, как его наказать-то? Дальше-то непонятно. Человек задавил на машине человека. Сколько задавил? Одного или две? Кто были эти люди? Был ли священник пьяный? Или кто задавил? Ведь все это надо учитывать. И правила Василия Великого это не одно правило, а 90 правил. И они как раз этот регламент установили. Закон. Женщина сделала аборт. Второе правило. Отлучается от причастия на 10 лет. 10. Но внизу еще и приписку сделать, если будут большие слезы каждый день, она стоит на улице в дождь, там мороз, тогда епископ может скостить этот срок на одну треть. То есть 7 лет оставить ей. 7. Ну, может быть, 6 с половиной, чтобы поточнее было. Вот как смотрят. И поэтому сила, которая была у них, они могли отлучать. А у нас как? Вот у нас был один, и он запил. Приходит жена и говорит, опять с работы притащили его пьяным. Ну, что мы можем сделать? Его мать звонит. Ну, ну, найдите на него управу какую-то. Я говорю, какую? Какую? Если бы у меня была власть, я бы посадил в отдельную камеру, не давал бы ему пить, есть, ну, что ты бы делал? У меня никакой власти нет. Я бы дошел и сказал, как же ты Бога-то не боишься? У тебя же дети смотрят на тебя, голодные, собирают здесь по рублю у нас в общине, а ты все пропил, хорошо ли ты делаешь-то? А он теперь, а кто меня выдал, кто заказал, значит, он теперь на жену начинает там, я уж не знаю, что он там с ней сделает. Вот поэтому у нас власти-то фактически никакой нет. У меня власть вот есть, если ты тут, послушай, да и то еще засопротивляется. Володя да Никита, и вся моя власть кончилась, да и то стараешься поаккуратнее сказать так с тужимками, ну, может быть, пойдете, может быть, принесете там или еще-то. Так что, такую власть, как Павел имел, у нас никого не будет, и подражать мы ему не можем, но удивляться можем. Епископ может большая власть, а то, говорит, предали анафеме, власти нет предавать анафеме, закона этого нету. Первое, Коринфянам, четвертый, глава, пятый стих. Мы считали, не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь. Но они этого не понимают. Ни канонизировать, ни анафеме предавать. Силы, которые они действовали, она отражалась на лицах. Люди, как только вынесли приговор, ну, допустим, язычники были, захватили власть. Вот одно правило такое. Это у Григория некий истористского, самое строгие правило. Этот человек перешел в язычество, вот сейчас родноверие, а эта власть была жестокая, и стали христиан ловить и казнить. И у него было такое, что он стал самым настоящим краснопогонным попом, ерошекистом. Такие были. Сергиевская декларация Православной Церкви Московского Патриархата. Выдавали подряд своих. И он кого-то выдал, а потом эта власть кончилась, и наступила христианская эра Константина Великого. А он опять к церкви жмется. Разобрали действительно так. Он выдал людей, которые скрывались. Ему отлучение от церкви на 30 лет. Это полжизни. 30 лет. А, да ты отлучи, он больше не придет никогда или в другую церковь, а в другой никто не примет. А он пойдет, в монастырь поедет, там исповедуется. Не поедет. Канон. Канон запрещает это делать. Не действительно исповедь твоя. А сегодня сплошь и рядом это. Нагрешат в Тревороха, поедут в монастырь один, потому что если все грехи сразу сдать, она завалит этого исповедника. Теперь в другой монастырь маленько скинула, но остатки там десяток абортов на третий монастырь. Этого делать нельзя. Каноны это запрещают. И когда мы это знаем, мы видим, каноны нужны. Нужны во взаимоотношениях. Каноны умные. Я вот рассказываю об одном каноне. Но она, жена впала при любодеянии. Семь лет, или, главное, не одинаково. Мужчина на семь лет, а женщина на девять. Василию Великому говорят, ну несправедливо, грех-то один и тот же. Несправедливо, согласен. Но по-другому пока нельзя. Как говорится, от мужика в доме ничего не прибудет. Как в кресле Рассаната у Льва Толстого, Позняков говорит. А что здесь нужно делать? Применить правила. Они будут ходить, а лишается очень многого. Как сегодня, внебрачный сын, неизвестно, где он, от кого родился, а внебрачный сын царской России так и помечался. Ему нету туда-то, туда-то в ходу, если он сам его не проталкивает. На государственной должности не будет никогда. Значит, отображалось в генах как-то. А сегодня законов нету. Он и сблудился, мужиченка, да и бабенка-то такая же. От кого дети разделись, не знаю. Жены их незмысленные, говорят, и дети злы. Или наоборот, жены злы. Вот как. Поэтому у нас этой силы нету, никаких рычагов нету. Ко мне в лагерь привозят, ну что-нибудь сделать, и ребенок вот такой. Что я сделал? Это не лагерь концентрационный. Что я могу сделать? Я могу только его крапивой, может быть, наказать. Да и то, согласие родителей, что они расписались. А это взрослая детина. Ну а ты мне скажи, как я могу... Ну вы же можете увещевать, я ему говорил, два раза сказал, третий раз я уже не подхожу. Он смеется над всеми. Ты знаешь, о ком я говорю? Да ладно уж, ушел. Ушел, сам отпал. Позора меньше для нас. Все, отошел. Игнатий Иванович, а у меня вот такой вопрос. Иногда вот вы говорите что-то человеку, например, в чем-то обличаете его, а он противится. И потом смотришь, человек раз, или слег, или что-то с ним случается. Это есть в силе именно? Ну это у меня тут замечено уже было, неоднократно. Я человеку говорю, строго выговаривают, а он молчит, это один вопрос. Но если начинает оговариваться, это так бурно. Все, завтра на два дня ложится, как мертвый лежит. Врачи приезжают, смотрят, ничего нету. У меня на днях это было. Такое же. Я знал, что он завтра заболеет. Почему? Я откуда знаю-то? Это не моя сила. Все лежит, лежит, глазами хлопает, ничего нету, болезни никакой нету. Врач, скорая приехали, осмотрели давление, все нормально. А почему? Понятия не имею. Но это я замечал уже не один раз. И другие приходят мне и говорят, вот в прошлый раз с вами такой-то ругаться начал, то он на следующий день лег и все, не может встать. Это Бог делает так. Ну, не мое же, я же не какой-то чародей там. Ты восставал против истины божественной, я открывал Писание, а ты зачем это так делал? Ну, я каюсь, да Бог простит тебя, вставай. Вот это, значит, Бог делает сам, не моей силой. Отошел. Час прошел, вопросы, у кого, если есть, пожалуйста, задавайте. Не обязательно попил. Нет вопросов, тогда идем дальше. Первое, Коринфянам, пятая глава, первый стих. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том, такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Толкование. Обвиняет всех вообще, чтобы не предались беспечности, считая себя чуждыми сего греха, но, напротив, старались исправить его как бесчестие общее. И не сказал, бесстыдно совершается, но есть верный слух. Если же запрещено даже допускать до слуха такое преступление, не гораздо ли более бесстыдно совершать он и? Тем более у вас, которые удостоены духовных тайн, и далее усиливая обвинение, говорит, какого не слышно даже у язычников, не сказал, бывает, но не слышно, что некто вместо жены имеет жену отца своего, не сказал мачеху, но жену отца своего, чтобы напоминанием об отце сделать удар сильнейшим. Далее, стыдясь, произнести имя прелюбодея, употребил выражение более благопристойное иметь. Вопросы? Идем дальше. Первое, Коринфянам 5.2. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело. Толкование. Гордитесь учением того блудника, ибо он был мудр. Заметь мудрость апостола. Он нигде не обращает своего слова к блуднику, как к человеку бесчестному и недостойному того, чтобы выводить его на среду. Но говорит с другими, как об общем преступлении. Следовало бы, говорит, плакать, потому что на всю церковь распространилось поношение. Следовало бы слезно молиться, как о болезни и заразе, дабы изъят был из среды вас, то есть да отсечется от вас, как зло общественное. Опять и здесь не упомянул об имени блудника, но сказал, сделавший такое дело. Вопросы? 1 Коэмфином 5.3 А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело толкование. заметь негодование, не позволяет дожидаться своего прибытия и при том уже связать блудника, но спешит остановить зло сразу, на разу, прежде, нежели оно распространится на все тело церкви. Присутствие у вас духом, сказал, для того, чтобы понудить их произнесению приговора и вместе устрашить тем, что он знает, как они будут судить там, и что дух, то есть дар прозрения, откроет ему все, что они сделают. Словами, уже решил, как бы находясь у вас, не позволяет им предпринимать что-либо другое, ибо я, произнес приговор, и иначе быть не должно. Вопросы? Первое Коринфонам 5.4 В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа общий с моим духом тилою Господа нашего Иисуса Христа толкованием, чтобы не показаться гордым, и их принимают сообщники, ибо говорит в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, то есть так, чтобы собрание было составлено не по обычаю человеческому, но по Богу, чтобы сам Христос собрал вас во имя которого и собираетесь вы. между тем апостол поставил над ними и дух свой, чтобы они не удостоили блудника прощения, но судили справедливо, как в присутствии апостола. 1 Коринфянам 5 глава 5 стих. Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Смысл двоякий. Или такой. Христос может дать вам такую благодать, что вы будете в состоянии предать блудника сатане. Или такой. И сам Христос вместе с вами произнесет осуждение на блудника. И не сказал отдал, но предать, прикровенно отверзая для него двери покаяния. И здесь опять не упомянул имени, то есть предать для того, чтобы сатана изнурил его болезнью. Ибо поскольку похоть рождается от присущения тела, то апостол хочет наказать это тело, чтобы дух, то есть душа была спасена. Не так, впрочем, это должно понимать, будто бы спасалась одна только душа, но должно признавать, что при спасении души спасется и тело. А некоторые под духом разумеют дар духовный и объясняют так, чтобы дар духа сохранился у него целым и не отступил от него как нечестивца. Такой приговор выражается более попечения, нежели наказания. Весьма кстати напомнил о дне суда, чтобы Коринфини убоявшись предложили врачевание, а блудник с таким же расположением принял он полагает предел действием дьявола подобно тому, как было с Иовом, то есть позволяет ему касаться только тела, а не души. Да, вопросы? Даже как-то страшно становится, что они такую власть имели предавать сатане во измождение плоти. Во что болезни? Люди зрение теряли и умирали по казалось, ну что такого там, ну, денег сдали столько-то, а сказали-то столько-то и все. И тебя, говорит, вынесут. Есть вопросы? Игнать тихончик. Не вопрос я, а обратить внимание. Вот перед этим считали, чтобы дух, то есть душа была спасена. Дух и душа это одно и то же. Я сколько время говорил, ну как же, дух и душа. А когда они вместе говорятся, душа, это душа. Вторая субстанция, отдельно от человека вышла из него душа. А вот дух, когда вместе ставят три слова, это дважды в Библии встречается, это означает настрой веселый, печальный, отверженный, панический. Дух, то есть душа. Вот это кто слушает сейчас, запомните это. Дух и душа это одно и то же. Дух, чтобы дух был спасен, то есть чтобы душа была спасена, не может же веселый дух быть спасен, или грустный дух. То есть здесь, да, согласен, помощь, правильно. Здесь не надо разделять. Куда, ты денешься. Идем дальше. Первая Коринфянам, пятая глава, шестой стих. Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Толкование. намекает, что они сами не допускали блудника до раскаяния, ибо похвалялись им, а он был из числа их мудрецов. И о вас говорит, а не о нем только забочусь я, ибо зло, если оставить оно без внимания, может заразить и остальные члены церкви. Закваска сама в себе малая заквашивает все тесто и прилагает оно в саму себя. Так и грех всего человека увлечет за собой многих других. Вопросы? 1 Коринфянам 5-7 Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклам за нас. Полкование. То есть изгоните сего блудника, или лучше прогоните и всех других нечестивцев, ибо старая закваска называет всякое зло. В греческом тексте сказано не просто очистите, но вычистите, то есть совершенно очистите, да будете тестом новым, не имеющим примеси зла. Так как вы бесквасны вместо, так и должно быть вам бесквасными, то есть чуждами старого зла, которое при раскаянии оказывается и кислым, и горьким. Помянув о бесквасных хлебах, о пресноках, которые употребляемы были в пищу на Пасху, и объяснив аллегорически, что означают бесквасные хлебы, именно жизнь, непричастную зла. Теперь аллегорически объясняет саму Пасху и говорит, что наша Пасха есть Христос, заклонный за нас. Итак, мы должны заботиться о бесквасных хлебах, то есть о жизни чистой, без всякого зла. Вопросы? зла. Вот. можно ли сделать аналогию с отлучением за грех от причастия? Игнает Игнает Степанович. Я о другом хотел сказать. Закваска квасит все тело. Мы привыкли говорить как? Пошли на благовестие. Ну и понятно, что пошли проповедовать. А закваска, Слово Божие, заквашивает людей. И к нам приезжают вот эти с Павел, и что? Да мы там уже весь край заквасили. Это, знаешь, так звучит серьезно. Он сам такой богатырь, да еще и закваска. Он говорит, мы там все уже заквасили и проквасили. Сколько Евангелия раздавали и говорили. Вот надо еще к этой терминологии привыкнуть-то. Но люди-то все равно не поймут это. Посчитают за оскорбление. Вот такое. Ну а что здесь говорить? Все понятно. Закваска это отрицательный смысл. И на меня вот нападают, что говорят, а в причастии вот потребляется у нас квасной хлеб, а у католиков пресный. Вот я говорю, так они правы, они и мы. Почему? Да потому что были дни опресноков, когда Христа распяли. И когда Христос совершал Пасху, совершали, то смерть грозила тому, кто так в основном сделает. Что непонятно-то? Зачем бы он нарушал? Он пришел не нарушить, исполнить. Никак не понимают. Но я православный, я принимаю как есть, я не бунтую, но меня спросили, я отвечаю. Христос совершил первую Пасху, первую литургию на бесквасном, на опресноках. И даже вот здесь и тот смысл такой, опресноке должен быть. А у нас почему? Ну, у нас же просто тело мертвое объясняет, а живое. Вот поэтому, когда захвастка есть, тесто-то поднимается на русской печи, где оно пыхтит. Вот это пыхтит, интересно как? Это уже тогда живое, поэтому у нас причастие живое. Ну, хоть сколько наговаривают, а ну, первая-то литургия была опресноке? Нет. Ну, как написано, и были дни опресноков, как нет-то? Ну, то есть, православные, еще на меня как-то они стали нападать, а я смотрю, они Библию не знают. И я тогда выстоял и говорю, я сразу догадался, что православные Библию не знают и протестуют против нее. Отличительный признак православных. Разные Матроны, все там, мощи, крестные ходы на первом месте. А Евангелие выступает какой-то знаменитый митрополит, священник, и сколько говорит Слово Божьего общения, Слова Библии нету, и Слова Христос нигде нету. Вот и все. А если Христиан, употребляет Христос, только в названии христианства. А Иоанн Затаус говорит, для многих Слова христианин является пустой звук, вводящий других в заблуждение. Так вот нам надо на себя смотреть, а не в чужой огород заглядывать. У православных не начатый край поприще. Бескрайний полигон мертвецов. И патриарх вдруг пишет, что нам нужно реставрировать человека крупно, так сказать, как умно он сказал патриарх-то, Алексей-то. А я говорю, еще более глупого сказать было нельзя. Кого он будет реставрировать, когда мы все мертвы? Сын мой был мертвый, я жил. И в послании Кипеттианам 2.5 говорит, и нас мертвых по преступлениям оживотворил, совоскресил с собой. Как реставрировать? Объясните, нет. Ну, мертвеца принесли в гробу. Ну, в Америке там делают, говорит, если заказывают, то могут схоронить за большие деньги в его любимом автомобиле на лице, чтобы была улыбка. Ну, туда закачают, чтобы мышцы надулись. Ну, перед Богом-то она уже, душа горит, может, в огне. Ну, просто такая игра идет, ни в какие ворота ты не затащишь. Подошел. Первое, Карифонам 5.8. «Посему станем праздновать не со старую закваскою, не закваскою порока и лукавства, но сопресноками чистоты и истины». Толкование показывает, что всякое время для христиан есть время праздника по преизбытку сообщенных им даров. Ибо для того Сын Божий сделался человеком и был заклом, чтобы ты праздновал не закваской ветхого Адама и не жизнью полной зла или, что хуже, лукавства. Ибо зол всякий, кто делает злое, а лукав тот, кто делает его с затаённой и коварной мыслью, то есть провождая жизнь беспорочную или чистую в противоположность порочной и истинную, то есть нелицемерную, без всякого коварства в противоположность лукавству. Или в слове «истины» можешь разуметь противопоставление ветхозаветным образом, которые не были истинны, ибо требуется, чтобы христианин был выше ветхозаветных образов. Или ещё под чистотой можешь разуметь чистоту в деятельности, а под истиной правильность в созерцании. Поблагодарим Бога. Поблагодарим Бога. Поблагодарим Богу. Поблагодарим Богу. Поблагодарим Богу. И Матерь Бога нашему честнейшую к другим и славнейшую без сравнения с ироким. Безыскление Бога Слово Рожшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи Божий наш, мы предстали перед Твоим величием, как предлюбящим Творцом и Зиждителем, сохраняющим нашу жизнь. Благодарим Тебя за эти часы, когда мы можем открывать Святую Библию и вникать в закон Твой. Святое толкование, доверенное мужам, учителям церкви. Хвала Тебе. Сохрани нас от всякого лукавства, от лицемерия и лжи. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это доброе мирное время. Побуди нас всех быть истинными Твоими благовестниками, не утаить полученные сокровища. Тебе, Боже, слава за все хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Боже.